Ну вот еще одно интересное место. На острове Ирюги находится Зейбрюки, мост, уходящий в море. Очень красиво, так что можно спуститься, посмотреть. Ну вот так можно обойти ресторан и уже попасть на сам мост. Да, вот между прочим в 42-м году он был разрушен. Есть даже по этому поводу такая фотография, стенд. Сперва он был из дерева, вот эти сваи стояли. Сейчас это железобетон, железные такие, плюс внутри бетонные сваи. Ну здесь мелко, даже вот дно видно. Только что дождик прошел, идешь, доска скрипит. Интересно, конечно. Здесь глубина уже достигает 5 метров, как я прочитал. И вот люди сюда могут прийти и спуститься на дно, посмотреть селедку и другую разную рыбу, которая здесь водится. Пока идешь по мосту, такие фотографии висят, показано, что в 1937 году вот так мост обледенел. Конечно, редко, что Балтика замерзает особенно, учитывая, что здесь все-таки соленая вода, течение есть, но были, видно, холодные зимы. Так, я дошел до капсулы. Спускаться я не буду, потому что, ну, во-первых, там очередь большая, чтобы туда попасть. И надо заранее место резервировать. Просто вам покажу эту капсулу. Так, ну что все, люди последние зашли внутрь. Теперь они занимают свои места. Вот эта капсула будет по такому столбу специальному опускаться вниз и потом через какое-то время поднимется спуск и подъем на все про все 45 минут. Вот. Дверь такая, как трюмовая, закрывается. Я просто не знаю, смысл спускаться, если вода не прозрачная, такая зеленоватая. Там мало что ты увидишь. Ну, я смотрел фотографии, кто-то внутри сфотографировал и выставлял. Ну, так, больше, наверное, для попробовать что-то новенькое. Все очень понравилось, было красиво. Теперь не остается просто подняться по лестнице наверх. Благо, есть вот такие сбоку места, где можно посидеть, отдохнуть. Ну, а кто вообще не хочет или по каким-то причинам не может подниматься по лестнице, есть лифт. Даже есть туалет, если что. То есть все удобства есть. Ну, вот такой подъем. Немножечко крутой, но, в принципе, можно. Здесь можно отдохнуть, если кто встанет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня гуляем вечером по пляжу и встречаются камни с ручной обработкой. Вот, смотрите, камень ровно разрезан на две части, я не знаю, возможно ли такой разрез, чтобы сделала природа, но это опять же, это такие домыслы мои, потому что откуда такие камни здесь взялись, куча лежат, что-то может быть раньше здесь было. Вот, встречаются, интересно посмотреть. Какие водоросли зеленые, красивые. Ну вот мы подошли уже ближе, здесь такой крутой обрыв, вот эти деревья прямо на краю растут, корни висят. Но пока висят и дерево стоит, я думаю, что со временем это все потом сюда ползет вниз, будет вода подмывать, это все будет обрушиваться вниз. Нам осталось совсем немного, вот хотим дойти до этих меловых отложений посмотреть, так что еще метров 200. Видите, видели археологи, мы тут ходим, нашли какие-то такие, это не сказка, это целая, видите, буква А, точно славянский язык, ребята, все, камень расколот на две части. Вот смотрите, какой скол ровный идет, здесь смотрите, какой ровный скол. Как я где-то смотрел, говорили, что у природы нет ровных линий, а здесь ровная линия, кто-то его расколол для чего-то. Так что продолжаем исследование берега Балтийского моря. Я вам сразу скажу, что я не любитель, не археолог, но я вижу, что здесь был спил. Вот раз линия прямая идет, а вот вторая, то есть как человек, который занимается по дереву спил, я так же бы делал так и так. Два спила идут, то есть этот камень обрабатывали для чего-то, потому что не может быть такой ровный спил, природа сделана. Это вообще, вот я предполагаю, что это камень был наподобие для сбора воды, специально такое место. Ну, может быть, это природа сделала, конечно, я фантазирую, но вот, похоже, да, вот выбили такое место, чтобы здесь вода собиралась. Может быть, он лежит тысячу лет, здесь такой камень, но вообще интересно, почему такие образования у камня появляются. Именно что здесь, а сбоку просто я сказать вам не смогу, сделала ли это природа или это когда-то человек делал. Ух ты, Аня уже камни бросает. Ты смотри там, Аня, это же вдруг исторические камни какие-нибудь. Мы пришли до меловых отложений Крайдена. Сейчас хоть потрогаю эту. Ух ты, на ощупь как глина, такая липкая. И детей сразу руки белые такие, как вот мелом, знаете, в школе на доске пишите у вас такие же следы остаются. Вот из чего делают мел из этих отложений. Интересно. Вот я первый раз вижу их. Так, ну что, мы вам сразу расскажем, как раньше делали мел. Ложили мел такой кучкой, видно, что он на солнышке подсыхал, и потом уже ты его ломал, и получался у тебя уже обычный мел, ты мог им что-то рисовать или использовать для каких-то изделий. Вот уже лежит практически готовый мел. Ну вот идут меловые отложения. Пройдусь, посмотрю. Это вот до тех камней. Там, по-моему, бухта начинается. Так что интересно так походить, посмотреть. Вот видите, можно нарисовать что-то. Цветочек нарисовал. Ух ты. Приземление идет. Обалдеть, лебедь. Мощно сел. Посмотрите, какой большой, красивый белый лебедь. У нас проходит ветер. Ходим, смотрим. Помимо таких меловых отложений, здесь много разных птиц, которые только здесь есть, на этом острове. Или, допустим, у нас на континенте в Германии таких птиц не встретишь. Потому что здесь наверху начинается парк дикой природы. Там очень колоссально отбили вот этих птиц и зверей. А мы просто сейчас идем по берегу. Ну что, давайте заканчивать наше с вами видео. Такое небольшое путешествие. Посмотрели природу. Погуляли по берегу. Посмотрели старые архитектурные памятники. С вами был Андрей. Смотрите новые серии. Подписывайтесь на канал. Все только начинается. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»